Берегов мечты Дорогие друзья, мы отправляемся вместе с вами на теплоходе Леонид Соболев Из Санкт-Петербурга В Верхние Мандраги В Алаам И возвращаемся опять в Санкт-Петербург Это замечательный круиз Особенно мы считаем Он интересен Жителям Санкт-Петербурга и области Кому легко Добраться до Санкт-Петербурга И кому недалеко Но мы с Аллой решили И этот вопрос Да, из Москвы до Санкт-Петербурга далеко Но мы решили, как говорится на Руси Убить двух зайцев Мы приехали в Санкт-Петербург за пару дней Да, гуляли За два дня А Санкт-Петербург Это город, куда можно приезжать и возвращаться Возвращаться и приезжать много-много раз И опять возвращаться И где всегда, абсолютно всегда Вы найдете то, что вам стоит посмотреть Этот фильм о Санкт-Петербурге Ну, я не знаю, когда я его выпущу Сделай, сделай Сделай, обязательно Потому что там будет потрясающее количество Интересного, нового То, что мы не были Что мы еще не видели В Санкт-Петербурге В предыдущую поездку Да, да У нас будет там и парк А сейчас мы уже вот А мы сейчас на теплоходе Леонид Соболев Большой, четырехпалубный Теплоход проекта 302 Если кому это что-то говорит Построенный в Германии В 1987 году Скорость 26 Главное количество людей До 300 практически человек Длина 130 метров Ну, в общем, все есть Для того, чтобы спать Кают очень уютная Жить, отдыхать и наслаждаться Потрясающе интересное путешествие Алла показывает Что даже для моих двухметровых ног Есть место Показывает, что есть холодильник Куда можно запихать шампанское Да, да Да, Алла без шампанского И дня прожить не может А скорее ты Со своими пузыриками Ну, я фотограф Я художник Мне пузырики важны Не для употребления А для Эстетики Эстетики Для красоты Да, есть умывальник Вы можете умыться Кстати, здесь, по-моему, Впервые встретили Такой тип теплоходов Когда душ и умывальник Совмещен, да? По-моему, первый раз мы здесь И оказалось Сначала мы испугались Ну, как все нормальные люди Которые видят такое Из крана торчит шланг И там надо как-то мыться А потом оказалось Что очень удобно И ничего в этом Какого-то страшного нет Значит, на что бы Хотели обратить ваше внимание Я, как видите Нарисовал карты, схемы Как добраться до этого порта Это как-то Уткино завод, по-моему, да? Да, метро Пролетарский Метро Пролетарский Я все нарисовал Написал Я думаю, что все люди взрослые Дети сюда самостоятельно не ездят Доберетесь Единственное, что Хотелось бы такое маленькое замечание Или как Не замечание Предложение Возьмите запас Час времени Да, час времени Потому что, к сожалению Все же это далеко И мы, например, вот сюда ехали В час пик Это было в вечернее время Да, да И мы не рассчитывали Мы не думали Что практически целый час От метро До этого Уткино завод Где стоит наш шикарный Теплоход Леонид Соболев На котором мы сейчас Отправляемся Добрый вечер Дамы и господа Мы очень рады Вас видеть На борту нашего Замечательного Круизного лайнера Леонид Соболев Компании Людей Которые Думаю, в общем-то Для многих Уже В представлении Совсем не нуждаются Возможно Кто-то Даже на корабль Купил Билет Только ради Этих Замечательных Музыкантов Я с большим Довольствием Хочу пригласить Сюда дуэт Ветро Вдвоем Кристина Куличенко И Сергей Огнамян Так вас смотрят Спасибо большое Чарующие звуки Рояля Вам подарит Прекрасный пианист Вадим Юшей В ритмахуари Вадима Эстрадная музыка Песни из кинофильмов Конечно же Классическая И джазовые стандарты Так что я думаю Все, кто придет На его концерты Услышат что-то Что ему очень понравится Как вам хочется Я думаю, что да Ну а мне хочется Да, пригласить Вот эту очаровательную Обворожительную Нашу эстрадную певицу Светлану Калинину Которая прямо сейчас Начнет с вами Делиться частички Своей души И своим талантом Добрый вечер Дорогие друзья Я очень рада Что вы выбрали Нашу компанию В нашей благо Для своего путешествия И конечно же Желаю вам Всего самого-сого Хорошего Приятных положительных Впечатлений И жизни Нет Все конечно Нет Своей души Вадима 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 Все недоброе Ножное Сухое Размечать и Разбить Смешат Делется музыка 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 В которой Семнее душа Дружит Музыка 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 И вовремя Устанет Жить Бесконечная Вечная Мустоя В которой Так хочется Жить Музыка 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 В парту Есть Замечательный Педагог по танцам Татьяна Якушева Музыка 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 Спасибо И я думаю Даже за эти короткие дни Вы что-то можете Такое Интересное Сделать Я хочу одного человека Представить себя поезд Двигаться назад Итак Мазуров Василий Это у нас массажист Я вам желаю Великолепного Настроения Ярких впечатлений И большого Большого здоровья Вам этот момент Не пропустить Скажите-ка мне Пожалуйста Ну а когда вы сейчас Но этот момент Действительно Очень и очень важный Одна минутка Капитан Нам обязательно Ну а мы надеемся Что время Проведенное на корабле Будет для вас Мы помним Да Как мы встречаем Капитана Николай Александрович Пурамонов Молодцы Добрый вечер Добрый вечер Уважаемые дамы и господа Разрешите От лица компании Водоход Экипажа Суга и меня лично Поздравить вас С началом Круиза И выразить Благодарность За то Что для этого Путешествия Вы были Нашу компанию И в частности Телофор Сейчас я вам Представлю Некоторых Членов Нашего Экипажа Отель Менеджер Олеся Уфтина Директор Престорана Татьяна Яковлева И судовой Врач Марина Анатольевна Рубашова Ну и давайте Попринесим Нашего Лучшего Рулевого Артема После Презентации Будет сыграна Учебная Тревога Поставления Судна Вам всем Нужно будет Пройти в свои Комитеры Достать Из-под кровати Спасать Коиногрудник Надеть Его И выйти В криток Дождаться Офицерной Который Пройдет И посмотрит Как Вы С этим Заданием Справились Семь Футов Покили Ура Большое Спасибо Нашей Дирекции Спасибо Большое Николаю Александровичу Добро Пожаловать В круиз Хорошего Вам настроения Отличных встреч Новых Вам друзей Всего Самого Самого Хорошего Но я Не смею Вас задерживать Вас ждет Еще одно Увлекательное Действо Как вы Думаете Какое У вас В каких Возвращениях Что Тревога Сейчас будет Это Очень Весело Я думаю Что Всем так Нарелась Всем Поздакомились С капитаном С экипажем С артистами Которые будут Нас сопровождать Сразу Начался Ужин Ужин У нас В ресторане Было Замечательное Место Прям Возле Окна Или Как Иллюминатора Называется Я еще Хочу Еще Хочу А какие Пирожные А А чай С лимончика Мало Ой Вкусняшка Спасибо Ого Да Можно Вот Такие порции Поболь Добавочки 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 Три Три Ну да Положишь Пять Сразу Пять 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 Ой А вот так Вот Проходим После вкусного Красивого Ужина А вы знаете Что важно Важно Еще У компании Водоход И Вообще Когда Круизе На теплоходе Очень важно Что не только Вкусно Но еще И красиво Подают А мы Проходим Мимо Крепости Орешек Это древняя Русская крепость Кстати Я раньше думал Что эту крепость Построили Или шведы Или финны И там Оказывается Крепость Орешек Построили Аж В 14 Веке Новгородцы Построили Представляете А да Шведы Здесь были 90 лет Но они Ну как сказать Завоевали Был такой Период Когда они Здесь Властвовали Вот в этом месте Крепость Потрясающе Интересная Мы мечтаем Здесь Побывать Ножками Как говорится Но пока Мы только два раза Туда и обратно Проплыли Прошли Мимо Обязательно Как-нибудь Съездим И посмотрим Эту крепость Она занимает Конечно Существенное Такое Стратегическое С военной точки зрения Потрясающе Стратегическое Важное место То есть Мимо этой крепости Никак не пройти Из озера В Неву Слушайте Дело было Залантливое Замечательное Майя Кристалинская Она услышала Она думала Эту песню Нужно Вывести На эстраду На долгую Бесконечную Жизнь Вот Эта песня Ты стоишь У окна Небосокый Высокый Светел Ты стоишь И грустишь И не знаешь Отчего Потому что Опять Потому что И не заметил Как ты любишь Его Как тоскуешь Без него Потому что Опять Он прошел И не заметил Как ты любишь Его Как тоскуешь Без него Расскажи Расскажи Разве в нем Одно отрадо Или просто Тебе стало Холодно Одной Может Просто Утекла Твоему Сердечку Надо Чтоб Не ждать Не строгать И не плакать По луной Все пройдет Все пройдет Будет Поздно Или Рано Ясный Днем Теплым Днем Засияет Все Кругом Так Не пучи Не грусти Как Царевна Не смеяна Это Глупое Детство Прощается Прощается С тобой Так Не пучи Не грусти Как Царевна Не смеяна Это Глупое Детство Прощается С тобой Ты Стоишь В окна Небосвод Высок И Свет 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 Как Ты Любишь Его Но Тоскуешь Ты С него С С Песни Трудовой Шли Ровесники Рядом Со Мной С Этой Поры Огни Бог Где Где бы Не встретились С С Тобой Старые Друзья Вас Я Узнаю Беспокойную Юность Свою Старые Друзья В Артам И Садам Лим И Шелестям Доброй Ночь И Род Норы Ленинград Аплод 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 Любовь Мы Переживем Между прочим Это А мы Переживем Мелкий Дождь Бьет Стекло Хмолится Природа Но Известно Давно Нет Плохой Погода Аплод Ленинград В Неприем 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 Стекло Мы Переживем Между прочим Это Мы Переживем Ура! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 И как Чук сейчас сидит, а слева по борту березки, а справа по борту сосны. Как здорово идти по такой вот реке. И тут мы об этом уже говорили, еще раз повторим. Вот в чем главное преимущество круиза по рекам? В отличие от морей и океанов, постоянно картинка, постоянно берега. Вот особенно такая река, как я сказал, Севири, она 100 метров шириной. То есть 50 метров слева, 50 метров справа. Можешь в мельчайших подробностях рассматривать города, села, деревни. Вот смотрите, сколько дерева. А это же, ну тут, это в принципе по-моему Ленинградская область. Да, мы сейчас Ленинградская область. Но рядом уже Карелия. И здесь огромное количество леса добывается. Смотрите, мы идем, и прямо километр или полтора лес, 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 лес. И что я еще заметил, очень много довольно-таки таких красивых домов. То есть это или дачи, или дома, где люди живут, или какие-то дома отдыха, или санаторий. Красивые, очень красиво построенные прямо на самом берегу реки. Ну вот смотри, многие нам говорят, что нам всегда сопутствует погода. А здесь у нас было и дождик, и достаточно прохладно было. Это май месяц. Да, май месяц, напоминаю, мы находимся на севере России. Но это не портило абсолютно никакого впечатления. Мне было очень хорошо. А что нам может испортить настроение? Одели курточку, одели свитерок. И даже несмотря на то, что это было начало мая, нет, середина где-то, середина мая, да. Ну и все равно на севере, конечно же, прохладно, и погода меняется. Вот видите, только что были тучи, а теперь раз, солнышко выглянуло, опять тучи. И мы сейчас с вами придем, когда в верхней мандраге вы тоже увидите, как разительно менялась погода. И как в настоящем детском садике на воде, Алла с раннего утра приступила к поделкам, к покраскам. Вот многие из вас сейчас, особенно те, кто не ходили на теплоходах, конечно, ухмыляются, улыбаются, говорят, какие-то там, как дети малые, как дурачки какие-то. Ребята, а вы попробуйте, это так интересно. Алла на каждом теплоходе рисует то котиков, то петушков, то этих, как их... Карлсона. То Карлсона. И видели бы вы ее лицо в этот момент. Я на нее смотрю и думаю, господи, детский садик по ней плачет. То есть ее прям сразу в младшую группу можно определять. А дети какие счастливые? А дети счастливые. Вот их на этом теплоходе, кстати, было не очень много. Может 10-12 детей было. А иногда бывает на теплоходе по 40 детей. Представляете, какая работа для аниматоров. А вот у нас был на Соболе, у нас был преподаватель танцев. И женщины, ну вот, к сожалению, мужчины все скромные. И я такой же скромный. А ведь мог бы. Вот сейчас я смотрю и жалею. Думаю, я бы хотел попробовать такие движения разучить. Разучивают какие-то основные движения, основных танцев. А вот идет, гуляет там на свежем воздухе, и заглядывает, и тоже завидует. Алла, а почему тебя нету здесь? Скромные мы. Не скромные, ты спала, что ли, я не пойму. Нет, нет, я в бар сидела. А, в баре, бар-панорама. Практически на каждом теплоходе, а может быть даже на каждом теплоходе. Ну, на всех теплоходах, где мы с тобой были, везде есть бар-панорама. Я просто имею в виду, теплоходов-то много в России. Других компаний, может они по-другому называются. Бар-панорама, как правило, там на средней или на главной палубе, в носу теплохода, так, чтобы можно было видеть с большим оконным остеклением, располагается бар-панорама, где можно попить кофе, вина, даже водочки, в конце концов, если погода соответствует. Или гликбейчик, как раз, безалкогольный, заметьте. Нет, нет, не пойму. А что ты такая веселая была? Да я всегда веселая, безалкогольный. Мне кажется, с алкоголем. А это вот тебе принесли. А мне как положено, мороженого. Да, твою любимую. А вот мы подходим, я вам говорил, что две гидроэлектростанции есть. Вот такая маленькая река Свирь и целых две, представляете, электростанции есть на этой реке. А честно говоря, мы, ну, я не знаю, как ты, Алла, признайся честно, ты слышала вообще про эту реку когда-нибудь в жизни своей, в школьной? Я в том году узнала, что Свирь есть. Ну, нет, тот год, это практически этот год. Да, мы с Аллой, когда путешествовали по Карелии, и мы заехали в очень красивый, очень исторический, важный, особенно для православия, монастырь, Александр Свирский монастырь. И вот тогда мы, когда пытались понять, а почему такое название, да, Свирский, Свирский, что такое Свирский, оказалось, что находится вот как раз недалеко река Свирь проходит. И после этого мы узнали это слово. А так, ребят, я никогда не знал про такую реку. Ну, знаем Волгу, Неву, Лену, там, Ангару, да, все знают Свирь. Ну, те люди, которые там живут, конечно же, знают, поэтому не обижайтесь на нас. Вот, а сейчас я вам показываю, как работает шлюз. Посмотрите, вода наполняется, наполняется самотеком вода в данной ситуации. Не помню, метров 10, наверное, наш теплоход поднимается кверху. Видите, прямо вот заметно как. И вот с такой скоростью, мы с заднего мотора заревели, а сейчас мы так разгоняемся, разгоняемся. И вот так пошли. Ну, примерно так. Это я, конечно, ускорил. Я хочу сказать, что здесь очень интересно, конечно, для детей Интересно, чем? Ну, вот так вот все это, когда рассказывают А там все, экскурсовод как раз, он называется методист Он все это рассказывает Ты вот забыл про это? А вот здесь рыбу, по-моему, выращивают, наверное Да, и вот дети все это слушают И вот это все показано, прям вот реально Он показывает, как работает шлюз Ну да, а вот смотрите, как интересно Вот этих ограничений, бетонных шлюзов Там тишина, там люди, видно, не ходят никогда Вон гидроэлектростанция на заднем плане И тут чайки в огромном количестве Как раз видно у них сезон Высиживали свои яйца, высиживали своих птенцов Мне тоже очень интересно Вот такой прямо птичий остров получился И здесь вот еще раз возвращаясь к тому, что река-то в принципе не широкая Вот здесь она широкая, потому что это как раз водохранилище перед ГЭС И можно все рассмотреть, как проходят теплоходы Как работают шлюзы Все это очень подробно, интересно, классно Как рыбаки рыбачивают Можно даже иногда проплывали так близко от рыбаков, что можно было даже заглянуть в лодку и увидеть, какой у них улов И наконец, самая дальняя точка нашего сегодняшнего путешествия Это деревня Верхней Мандраги Вот она показалась Деревянные дома, привезенные с севера России Там 18-19 век Там целая, можно сказать, деревня 19 века В том году, я тебя сейчас перебью, мы туда не попали Хотя мы очень-очень близки Близки, да У нас, кстати, было такое любопытство Особое было любопытство Потому что в прошлом году мы на машине приехали к этой деревне Очень хотели ее посмотреть А не получилось Из-за коронавируса там было закрыто И что-то там какое-то было мероприятие В общем, нас не пустили Мы просили-просили, нас не пустили И поэтому сейчас мы с огромным любопытством смотрим на эту деревню Потому что, ну, в прошлом году не получилось В этом году получится А ветер Так и получилось Да, посмотрите, какой ветер сильный Прямо деревья гнулись В ушах свистело Вот такая была погода плохая Но сейчас, через какое-то время выйдет солнышко и... Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 ну музей водки ну какой мужчина русский мужчина пройдет не музей водки а какой иностранец пройдет мимо музея водки вот такого на ли не слыхал что такое бывает музей водки заходишь а тут ревизор сразу сидит и вот это то что вы видите перед своим глазами то что это блестит это бутылки сводкой сколько там тысячи две три четыре честно говоря не знаю но кстати можете посчитать ну я знаю есть способ значит математически вот эту мою фотографию сделайте пересчитайте на квадрат очень можно много меня больше волновало вопрос как они там держатся как они не падают я еще спросил работников этого музея а водка то наверно пустая бутылки пустые наверное уже выпили мол и поставили не все говорят новенькие все заполнены вы представляете те мастера которые крепили эти бутылки русская душа как она плакала здесь можно взять экскурсия мы мы кстати экскурсию не взяли здесь можно взять экскурсию можно попробовать а вот смотрите кому интересно берете водку со своей родины приезжайте туда там обменяйте память водку в музее водки получили интересно вот такие дегустацию дегустацию рассказывают как водку делают какие сорта еще делать жалко жалко у нас просто не хватало времени и валенок даже здесь есть елки-палки алла валенок большой в мире сам большой в мире может мы тапки сделаем какие-нибудь и вот к этому художнику валерия лошак обратимся пусть мне валенки 50 размера ради бога сделайте мне валенки 50 размера мы опять вернулись к нашим коровкам прошли по кругу бы вокруг всего музея вокруг этой деревушке посмотрите как и сразу видно городских жителей увидели коровку сели и смотрят с таким восторгом как будто это леопард какой-нибудь щупы ты игры ты видишь на теплая она настоящая она спрашивает сушивать а как она молоко дает у не а зато и тут исполнилась мечта аллы алла увидела лошадка хочу 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 прокатиться а здесь можно на лошадка прокатиться вокруг всего острова вокруг всего полуострова вернее так тут не остров а полуостров мы даже уже бежали потом на свой корабль на теплоход уже думали что опоздаем ну да мы за нашего прокатиться водителя нашей машины а в одну лошадину силу предупредили что у нас вот через там 20 минут теплоход отправляется он ботиспэрк с бороздой такой мужик ботиспэрк все успеем и он выполнил свое слово он прямо на этой лошади на этой извозке закатился прям на борт теплохода и мы вовремя все приехали очень здорово замечательно обстоит как как будут рады дети городские дети ведь сейчас прокатиться на лошадке ну практически негде где-то там зоопарке на пони катают ну очень мало мест а здесь господа организаторы хозяева это этого этой деревне верхней мандроги спасибо еще раз вам говорю спасибо за вот эту деревню дальше развивать развивайтесь это здорово это это перспектива для всего во всем мире это очень перспективно сейчас конечно иностранцев практически да не пускают все сами знаете с этим коронавирусом но когда их пустят как веселиться будут тут не знаки к отгличане немцы не знаю они любят наши теплоходы поэтому теплоходы любят и вот такие такие вот деревни любят и такие музея здесь же конюшня есть вы представляете кроме корова кроме там зоопарка еще конюшня можно покататься верхом на лошади можно покататься на каких-то извозков можно сделать здесь корпоратив можно сделать здесь свадьбу ну все вова у них у сами много да подумаешь мы рекламируем не ребят были кроме мы не рекламируем но мы искренне как в каждом нашем фильме искренне восторгаемся людьми которые работают которые делают и особенно которые делают это в россии которые трудятся в россии потому что мы салой патриоты россии мы знаем что как нет не мог мог нет не просто многие могут говорить о зачем это надо делать еще что-то а другие просто берут и делают берут и делают и молодцы стоит как и сколько разных домика вот эти домики это вот гостиница вот это был какой-то музей то есть здесь можно просто приезжать на два-три дня можно приехать с ночевкой на несколько дней семьей погулять походить покататься на лошадках покупаться в теплое время суток покушать здесь кафе и рестораны а можно так и на теплоходе на теплоходе на один день то то есть приглашаем да как видите я не вас не обманул прям на наш теплоход с лошадью вместе собрались к сожалению у всего даже самого хорошего когда-то наступает конец и наше пребывание на в этой замечательной деревне верхней мандраги тоже завершилась теплоход заводил быстрее коты мы чуть ли не последний уже забегали на теплоход хотели с собой лошадь взяли но лошадь не прошла паспортный контроль вот алла прыгает и скачет а чё тут прыгать скачет мы же расстаемся с мандрагами а потому что музыка всегда играет музыка водоход именно их песня и так это душевно и хорошо а главное мы всегда когда откуда-то уходим дорогие друзья мы всегда думаем о том что мы сюда вернемся и это греет душу и и также верхней мандраги мы уходим отсюда машем рукой этой деревушке и думаем а почему нет почему мы может быть когда-нибудь или на теплоходе вернемся а может быть еще как прошлый раз прошлом году неудачно правда было будет удачно беремся на машине снимем номер на один день покатаемся на лошадке верхом а мы теперь опытные после кавказа да на кавказе мы как здорово с тобой покатались вот и покатаемся на лошадке же верхом и может быть уже вот этот детский остров он расширится и может быть звери уже будут без решеток там сидеть и ходить их может быть почесать и лося и лосенка и еще кого-нибудь мастер-класс по гончарному искусству да вот кстати очень-очень-очень мечтаем да надо полепить горшки очень мечтаем а ты будешь деми мур а я буду забыл как этого артиста звать жалко нет уже его а мне зовут кира клаус да я из той самой семейки очень интересная девушка выступала на теплоходе она и на скрипке и на такой свиристели да или как называется флейте на флейте и потом ее попросили и было абсолютно неожиданно она спела песни на английском языке и мне даже честно говоря понравилось больше чем флейта да она замечательно поет хороший голосами вот вообще чем чем здорово на теплоходе кроме от этих чудеснейших картинок и пейзажи которые проходят мимо вас этот калейдоскоп красоты огромное количество всяких мероприятий и покрасить можете и послушать концерт и самому спите самому станцевать и кофе попить и венца выпить и в компании посетить с новыми людьми познакомиться сколько у нас там было шикарных интересных знакомств какие интересные люди нам попадались в этих путешествиях а потому что в этих путешествиях всегда как правило интересные люди потому что им хочется развиваться и эти люди дышат одним воздухом вместе с нами с путешественниками владимира котом и алла кошка поэтому практически с любым человеком можно познакомиться и он окажется интересным чудесная и чудесный вечер севера россии а мы идем на остров валаам не уходите далеко наше путешествие продолжается дорогие друзья наступил третий день утро утро третьего дня и мы идем по ладожскому озеру на остров валаам но если быть точнее валаамский архипелаг потому что там целая россыпи островов и главный конечно же остров и главная цель в общем-то нашего путешествия это острова валаам и валаамский монастырь с финско-угорского слова валаама валаама означает высокая горная земля смотрите как красиво встает солнце как будто пламя какого-то огня неведомого прожигает озеро прожигает воду на горизонте очень красиво и вот она солнце солнышко показывается вообще восходы закаты солнца во время путешествия время круизов это наверное одно из самых интересных зрелищ и меня часто очень писали почему я каждый день встаю в 3 в 4 утра вот именно поэтому ради того чтобы не пропустить вот эту картину вы знаете что я решил что на острове валаам в монастыре валаамском я не буду говорить в церкви в храме монастырях вообще люди обычно или молчат или молятся поэтому я буду молчать поставлю только молитвы вы сами смотрите сами делайте выводы нужно вам это или не нужно но мое личное мнение дорогие друзья даже если вы человек абсолютно неверующий или придерживайтесь какой-то другой веры приехать на остров валаам стоит хотя бы ради красоты невероятной красоты природы спаса преображенский православный мужской монастырь основан по официальным данным в 14 веке где-то в конце 14 века хотя по преданию есть информация что он был основан и в десятом веке и даже есть информация не подтвержденной документально и о более ранних сроках но вот официально по крайне мере википедия написано в 14 веке это один из древнейших мужских монастырей в россии основатели монастыря святые преподобные сергий и герман валаамский их мощи покоится под спудом нижнего храма спаса преображенского собора и является одной из основных святынь монастыря началась утренняя зарядка как видите народ был не очень активен и активен на этой зарядке а я тем временем готовил наш дрон католет к полету что посмотреть остров посмотреть в дальнейшем сам монастырь с высоты птичьего полета здесь потрясающе красивая природа ели сосны березы дубовые кедровые рощи монахи практически не вырубали деревья и здесь есть деревья которым свыше 300 лет а Продолжение следует... 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 Песня «Воскресная танца» Песня «Воскресная танца» Песня «Воскресная танца» Песня «Воскресная танца» Масы Пасхального канона именно в такой традиции. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, правильно Даешь дедушке Пусть дедушка общается с твоими друзьями А экскурсии понравились? В деревне вчера было очень Как говорится словами ребенка гласит истина И даже детям даже маленьким детям на теплоходе интересно всегда можно найти занятия а самое главное самое главное занятие наше человеческое это общение мы заглянули в один из баров а здесь развернулась битва вот в эту замечательную игру Лото Лото по-моему называется я забыл все правила этой игры я думал что надо побольше карточек набрать набрал карточек чем вызвал смех конечно во всем во всем баре так вы же не сможете и точно у меня глаза все скосились перекосились это же невозможно увидеть такое количество номеров надо поиграть давно уже не играли много-много лет когда-то в детстве мы очень любили в семье играть в эту игру и кстати у нас где-то в шкафу лежит надо поиграть вспомнить эти правила разрабатывает внимание скорость реакцию здорово и маленьким и взрослым а главное такая непринужденная обстановка вот тут можно в баре взять и коньячку и пиво и вина и совместить приятное с полезным в общем каждый на теплоходе занимается тем что ему нравится что интересно а мы отправимся в небольшую экскурсию по теплоходу я вам покажу какие еще каюты есть кроме такой как у нас обычная стандартная двухместная шесть четырехместных двухъярусных кают есть кстати очень большая каюта она вот то что вы видите только половина еще вот я же стою за то есть за кадром вот видите то есть получается две каюты такой в длину тут футбол можно играть если вы едете семьей с четырех человек то есть например папа мама и двое двое детей вообще здорово и стоит недорого есть две каюты люкс ну я честно говоря не очень понимаю что в такой каюте делать ну возможно кому то это понравится вот смотрите как она выглядит огромная не знаю три на три метра наверное кровать а может молодоженам к примеру вот есть даже на этом теплоходе несмотря что это маленький теплоход речной круизный лайнер то есть это не по морю а океану даже есть сауна для чего сауны на таком теплоходе я вообще не понимаю ну а вдруг может быть тот празднует свой день рождения свой день рождения празднует а он всю жизнь празднует в сауне ну к примеру ну тем не менее смотрите вдруг кому пригодится информация я рано утром несколько раз выходил на палубы все ждал когда будем проходить мимо крепости орешек выйду посмотрю вроде не видно иду кофе попить попил кофе выхожу ой уже прошли крепость орешек то есть это обозначает что что мы из ладожского озера вошли в реку Нева осталось ну не знаю сколько тут сто километров наверное осталось даже меньше наверное меньше ста километров осталось до Санкт-Петербурга утро было такое как видите довольно таки мрачное но все же Санкт-Петербург отличается очень часто отличается именно вот такой погодой и тем не менее здесь в этом регионе на севере в общем-то России построен один из самых красивых городов России один из самых городов самый красивый город России один из самых красивых городов мира я хотел сказать вот мы прибыли уже в Санкт-Петербург взяли свой чемодан и выходим на землю так скажем такой походкой моряка кстати после того как закончился у нас наш двухсуточный ну практически четырехдневный можно сказать круиз мы еще два дня будем в Санкт-Петербурге осматривать его достопримечательность я обязательно сделаю этот фильм и может быть даже сделаю фильм совмещенный с Санкт-Петербург вместе с круизом чтобы можно было вам посмотреть и взять пример как можно отдохнуть и совмещая приятное с полезным наш теплоход мы кричим ему до свидания до свидания до свидания потому что мы еще обязательно вернемся нам очень-очень все понравилось теплоход дает последний прощальный гудок подписывайтесь на мои каналы и будьте счастливы не уходите далеко дорогие друзья